Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дугина Ольга, и я старший инструктор туристического клуба «Радужный путь» по пешему и водному туризму. Сегодня я расскажу вам, как собрать вещи в гермомешок перед сплавом. А вы поделитесь в комментариях, были ли вы уже на сплаве, по каким рекам сплавлялись, или собираетесь отправиться в путешествие в первый раз. Сейчас буду рассказывать вам на примере вот такого экспозиционного гермомешка от фирмы «Сплав». У гермомешка и туристического рюкзака разный принцип укладки вещей. Гермомешок вы не будете носить на плечах все время. Главное предназначение герма – это сохранить вещи в сухости. Гермы бывают разного объема. Для сплава на один день достаточно всего лишь 20 или 40 литров. Для сплава с ночевкой нам понадобятся уже большие гермы 60, 80 или даже на больший литраж. В данном видео мы разберем поход с ночевкой. Итак, начинаем! Самое первое, что нам нужно сделать перед сплавом, это проверить герму на ее герметичность. Как мы это с вами делаем? Если это ваша личная герма, то самое простое – сделать это дома. Вы берете свой гермомешок и наливаете в него воду. Это удобно сделать ванной. Закручиваете его примерно наполовину и путем создания давления смотрите, есть ли в нем дырочки или нет. На самом деле, маленькие дырочки даже не видно с первого взгляда. Это могут быть даже небольшие потертости в области швов, которые образуются из-за того, что вы могли таскать герму по земле. Она могла повредиться, а какой-то камушек, шишку или даже веточку носить герму лучше на руках и не таскать ее по земле. После того, как вы проверили герметичность вашего мешка, вы можете его просто вывернуть наизнанку и просушить. Если вы идете на сплав с турклубом, то гермомешки вам выдаются как личное снаряжение. Вряд ли возникнет такая ситуация, что туристический клуб выдаст вам дырявую герму, но для собственного комфорта и безопасности лучше все-таки ее проверить. Делается это по принципу «звездное небо», то есть вы просто смотрите герму на просвет и проверяете все ее швы и стыки материала. Далее мы берем теплоизоляционный коврик, на котором вечером вы будете спать в палатке. Мы его скручиваем и кладем в герму. Это придает герме своего рода каркас, а также сохранит коврик сухим на протяжении всего сплава. На самом деле делать это можно по желанию. Например, также этот коврик вы можете использовать на катамаране, подстелив его на палубу, или на байдарке, чтобы подложить его под спину. Но тут нужно учитывать, что тогда он рискует промокнуть, и при высадке на берег, прежде чем постелить его в палатку, коврик придется все-таки просушить. А в дождливую погоду такой возможности может просто не быть. Итак, коврик мы поместили в герму. Теперь мы начинаем укладывать в герму рюкзак. Тот самый рюкзак, в котором вы привезли свои вещи на сплав. Если вы не собираетесь упаковывать коврик внутрь гермы, потому что коврик крадет в герме немного места, то тогда свой коврик вы расстилаете на земле, выкладываете из рюкзака свои личные вещи на коврик, и начинаете упаковывать рюкзак в герму. Если все-таки коврик у вас остается внутри гермомешка, то вы можете объединиться с кем-то из товарищей и по очереди собирать гермы. Если рюкзак не складывается, если он имеет жесткую раму, тогда его можно поместить в гермомешок вдоль стенки мешка. При укладке гермомешка я бы рекомендовала использовать принцип очередности. Это значит то, что те вещи, которые нам понадобятся на стоянке в самую последнюю очередь, мы укладываем на дно герма, а то, что понадобится первым, на самый верх. Следующим в нашу герму идет спальный мешок. Его лучше предварительно упаковать в компрессионную герму. Это защитит его от воды и уменьшит объем спального мешка в основной герме. Для этого мы вынимаем его из чехла и начинаем упаковывать вот в такой гермомешок. Данная модель имеет клапан для стравливания воздуха, что позволяет сильно уменьшить объем. Вот мы и поместили спальный мешок в нашу герму. Заметно, как уменьшился его объем. Есть разные виды компрессионных гермомешков. Еще одна причина, почему стоит упаковывать спальный мешок отдельно, потому что некоторые берут с собой в поход пуховые спальные мешки. Чтобы они не пропахли костром от остальных вещей, их лучше хранить отдельно. К тому же к пуховым спальникам я рекомендую брать с собой еще и вкладыши. Если вы не желаете тратить лишние деньги на дополнительные гермы, то, конечно же, можно воспользоваться и обычным пластиковым пакетом. Но помните, что завязанный пакет набирает воздух и будет занимать лишнее место в герме. Далее мы упаковываем те вещи, в которых мы будем спать. Кофта, штаны и сменное нижнее белье. Упаковываем их также в хорошую плотную герму, потому что спальный мешок и комплект для сна обязательно должен оставаться в сухости. После этого укладываем предметы личной гигиены. Зубная щетка, паста, мыло. Это тоже нам понадобится все только вечером. Далее идет теплая одежда, то есть верхний слой. Это кофта или теплая синтетическая курточка, жилетка и самая верхняя непродуваемая теплая куртка. Их можно упаковать вот в такие удобные сетчатые мешочки для одежды. Далее сменная обувь, также в отдельном пакете или в чехле, чтобы не испачкать герму и прочие вещи. На самом верху гермы обязательно должен лежать дождевик, полотенце и та одежда, в которую вы переоденетесь в первую очередь, когда выйдете на берег. Я рекомендую именно носки, смену белья и термобелье класть в один отсек. Это нужно для того, что когда вы вышли на берег, и если вы вдруг промокли и замерзли при постановке лагеря, то вы берете этот мешок, и в нем будет сразу полный комплект для переодевания. Таким образом, вы не будете тратить время, чтобы собрать весь этот комплект, ища его по гермомешку. Зарядное устройство, фонарик тоже положить лучше наверх в ближнем доступе. Если на маршруте планируется привал с горячим обедом, то тарелку, кружку, ложку тоже лучше хранить на самом верху. А еще отличная практика, когда вы упаковываете тарелку, кружку и ложку в отдельный мешочек, и вся группа определяет какую-то отдельную сумочку для хранения общей посуды. Таким образом, вам не придется лишний раз залезать в герму в поисках своего сервиза. Герму мы набиваем до того уровня, чтобы оставалась возможность сделать несколько оборотов и закрутить ее. Предварительно надавливаем и стравливаем лишний воздух из герма. Если мы закручиваем герму от себя, то застегиваем ее к себе. За застежку герму лучше не носить, она рискует повредиться. При переноске герма удобнее держать ее вот за эти ушки, или просто брать подмышку и транспортировать ее в удобное вам место. И в заключении небольшой лайфхак. Как правило, турклубы выдают участникам гермы одинакового литража и цвета. Чтобы отличить свою герму от других и как можно быстрее найти свои личные вещи, можно взять небольшую ленточку и прикрепить ее на застежку гермы. Желаю вам отличного активного отдыха и только ярких и положительных впечатлений на сплавах. Подписывайтесь на наш канал и пишите, о чем бы вам еще было интересно посмотреть видео. Субтитры сделал DimaTorzok